Отчёт, которого ждали все. Законопроект об исполнении регионального бюджета представлен на общественное обсуждение. Финансовые итоги 2023 года в Хакасии по традиции подвели в Большом зале республиканского парламента. Помните, что, и, наверное, обратили внимание на то, что время формализма и чиновничьего подхода к проблемам у нас закончилось. Площадка Верховного Совета – это у нас, коллеги, не изба-читальня и не кинозал для показывания красивых картинок с счастливым концом. Мы с вами должны приходить к конкретным решениям, обсуждая настоящие, действительные проблемы, которые волнуют людей. С бюджетным отчётом многие депутаты предварительно ознакомились. Так что вопросы к руководству Минфина Хакасии у большинства присутствующих на тот момент уже появились. Спикер парламента пообещал – разговор будет откровенным. Судя по проекту закона, представленному в Верховный Совет, у нас всё хорошо. Если вы спросите людей и спуститесь с небес на землю, то вы увидите совершенно другую картину. Нужно реально начинать работать, а не жонглировать цифрами. А в цифрах картина выглядит следующим образом. 48 миллиардов по доходам и 55 миллиардов рублей по расходам. Однако парламент сегодня заинтересовали несколько иные параметры бюджета республики. В прошлом году правительство Хакасии активно привлекало казначейские и банковские кредиты. 3,5 миллиардов, соответственно, которые рано или поздно придётся вернуть. По итогам 2023 года государственный долг республики Хакасии составил 25 миллиардов 193 миллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 1 миллиард 611 миллионов рублей. И ещё вот у нас мы определили доходы, расходы, дефицит, кредиторку. Но, Игорь Афанасьевич, я вот нигде не услышал, у нас ещё есть и дебиторка, дебиторская задолженность. А вот дебиторская задолженность, мы все что-то про неё не говорим и молчим. Вот оно может быть источником покрытия, потому что на сегодняшний день за 2023 год она на 4 миллиарда приросла. И на сегодняшний день является 16 миллиардов дебиторкой. Это нам должны, можно так сказать. Представляете, 16 миллиардов. 31 у нас миллион своих доходов без федеральных трансфертов. И 16 миллиардов у нас где-то там лежит, непонятно, как и что. Вот эти вопросы. Поэтому, таким образом, принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что в 2023 году прирост доходов от налоговых поступлений, так же, как и снижение налоговых поступлений, обусловлено внешними факторами. И, можно сказать, без участия практически правительства. То есть мы никак не влияем на это. Но надо ситуацию менять. Хакасия продолжает находиться в тройке регионов Сибирского федерального округа с самой высокой долей населения, живущего за чертой бедности. Первое место, конечно, занимает Тува. По итогам 2023 года Росстат установил 23,5%. Однако к 2022 году они сократили число бедных на 2,5%. Второе место занимает Республика Алтай. 16,5%. Они также сократили бедность на 2,5%. Республика Хакасия занимает третье место – 15,8%. Однако сократили мы бедность всего на 0,6%. Ну и, исходя из простой математики, на следующий год мы будем занимать второе место в Сибирском федеральном округе. Причем по итогу прошлого года Республика задолжала не только казначейству и банкам, но и собственным муниципалитетам. Глава Абакана напомнил руководству Минфина о построенном водопроводе для региональных объектов. Договоренность была с правительством – пожалуйста, постройте, мы вам это все дело оплатим. Прошло 6 месяцев со времени закрытия форм. Средства до настоящего времени не были выплачены. Кроме этого, не выплачены средства по программе современной городской среды. Я все прекрасно понимаю все сложности, но вы поймите, что за каждым объектом стоят предприниматели, стоят люди. И на сегодняшний день мы дождемся завтра-послезавтра предприниматели выйдут на эту площадь. Ситуация такова, что раз этот вопрос мы подняли, два вопроса, три подняли. Но я сейчас задаю его действительно 25-й раз. Мне хотелось бы услышать сроки, чтобы я мог довести нашим подрядчикам, когда эти средства с регионального бюджета будут закрыты. Не открою никому страшную тайну, что на 1 мая кредиторская задолженность консультированного бюджета составляет уже 5 миллиардов рублей. В том числе республиканская – 1,975 и муниципальная – 3 миллиарда рублей. Что касается сроков, я вам могу сказать только одно. Но то, что касается субсидий, кредиторскую задолженность, субсидий, которые распределены законом о бюджете на 2024 год, мы постарались, так как она распределена между муниципальными образованиями по каждому направлению, по каждой программе, в том числе, по которому вы говорите, городу Абакану при распределении субсидий законом о бюджете не были предусмотрены данные средства. Поэтому по субсидиям по данным направлениям вопрос открытый и он может быть решен, если будут какие-то дополнительные поступления в республиканский бюджет за счет каких-то дополнительных источников. На данный момент таких источников пока нет. Это расходные обязательства субъекта. Субъекты. Это ваш объект. Ваш объект. И вы на сегодняшний день говорите, что нет лимитов, нет возможности, вопрос открытый. А людям-то что говорить? Что мне говорить подрядчику, у всех семьи, у всех детей? Это объект МСП. Там на самом деле не крупное предприятие. На сегодняшний день он завтра обанкротится. И что мы людям будем говорить об этом? Мы говорим о том, что лимиты не предусмотрены, средств нет. И даже вообще из того, что вы сказали, я все понимаю, все трудности с региональным бюджетом. Но из того, что вы сказали, выхода вообще нет. Лимиты вы на сегодняшний день вообще тогда не откроете, и мы вообще тогда не выплатим. Но это же неправильно. Это не государственный подход. Алексей Викторович, вы же понимаете, что у нас с законом на 2024 год такие субсидии не предусмотрены. И, конечно, мы людям что сказать? Вот так сказать? А завтра, если оно банкротится? Спасибо. Алексеевич, а так и скажите. Вопросы такого рода к региональным властям есть и у других муниципалитетов Хакасии. Вот только ответов на них у правительства республики, к сожалению, нет.